И приготовить завтрак, пока не колокнуть. После вчерашнего товарищевского уж отдались все. Интересно, это еще Сицилия или уже Каблука Кореянская. Вот такая штучка. Вот такая красота. Сейчас он будет медленно и аккуратно садиться за итальянские горы. Стакат солнца вручную. Субтитры сделал DimaTorzok Это был последний день стоянки порта Эмпидокля. К сожалению, к очень большому сожалению, видеоматериал об этом дне не сохранился. Поэтому, вооружившись чужим видеорядом из интернета и под вот эту развеселую итальянскую музычку, я вкратце попробую вам рассказать, что же было у нас на пароходе. Отошли мы от причала где-то после обеда. А вот до обеда успели сгонять в город вместе со вторым помощником Витей. Он собирался устраивать пикник по поводу своего отъезда с парохода. В следующем порту должна была прийти ему замена. Поэтому мы и пончались в магазин. Заодно я кое-что прикупил и на камусе. Как видите, по этому видеоряду в городе было довольно-таки симпатично. Я, конечно, не раз пожалел о том, что сидел на пароходе и до этого не выходил в город. Но приходилось, пришлось бы одному идти. Это, как всегда, не очень камильфо. Но в тот день экскурсионных целей мы никаких не преследовали. Закупились и назад на пароход. Обед и отход от причала я опускаю в своем рассказе. А вот вместо ужина устроили Вите свалную отходную, отвальную. На палубе была такая благодать на свежем воздухе, что, как называется, погода так и шепчет. Мы, кстати, с вторым помощником сели на пароход в один и тот же день. Контракты у нас были одинаковые по четыре месяца. Вот четыре месяца и прошло. Ему идет замена, а я продлился на месяц, чтобы списаться в ноябре и почти гарантированно досидеть дома в отпуске до нового года и чуть-чуть позже, чтобы меня уже не дергали пораньше. Такой вот нюансик. Ну, а пять месяцев на борту – это клевое дело для меня. Тем более, контракт был хороший. Риньем плавания отличный. Команда великолепная. Витина отвальная удалась на славу. Ладно, закончим про этот не попавший на видео 132 день моего контракта и перейдем к другому. Добрый Моргинг. Решил приготовить форточку, пока тут не хлюпает. И приготовить завтрак. Только никого не хватает. Немного растительного масла и столовая ложка топленого сливочного дают своеобразный кислоновый эффект на разогретой сковородке, на котором практически без пригорания можно пожарить. Даже такой сыроватый бекон, который вот тогда у меня был, нарезанный кое-какими ломтями, пришлось его крошить на мелкие составляющие. Но это как-то более-менее одинаково смотрелось на тарел. Феницкие, как говорят некоторые. Собственно говоря, эти приготовления мои никому не нужны на завтрак. Отказывается нам вообще никто не пришел. Мы, конечно, не теряем надежды. Но мне кажется, после вчерашнего товарища с Голубжина, уж отдались все. Вот этих всех регулярных всего-то два человека. Вождя я уже видел, он бегал на доклад к чифу. Но не пришел. Кстати, первый раз в завтраке. Значит, ему было хорошо вчера. Вот и славно. Я не говорю, что мы все сами съедим. Но попытаемся. Ой, солнышко зашло, блин. Ухаря светит. Чудесно. Этот холодильник. Этот холодильник. Интересно, это еще Сицилия или уже каблук украинский? О, какие молодцы. Даже уже стол убрали. У некоторых комрадов, живущих по этому борту, есть привычка, когда мы в ходу, швырять пустые пивные бутылки в иллюминатор. Не долетело. Сейчас будет бойка. Ладно. Окурили. Пошли идти по поработать. Собрал остатки своих прекрасных овощей. В частности, этих кожи. Уже начинают пропадать синенькие. Сейчас из них сделаю икорочку. Уходки буду сделать. Будет хорошо. Баклажаны весьма ботные. Уровник такой. Белый. Поэтому лучше от нее избавиться. Как-нибудь. будет. Надо я вот таким образом держать их в руках. Чистить как картошку. Или приспособлением для чистки картошки. Не знаю. Как по мне, так не очень удобно. Поэтому поступим так. Эти баклажаны практически не горчили. Поэтому пересыпать их солью, потом отжимать я не стал. Но вкусовые качества утры. Это не так не сказалось. Вообще, конечно, лучше забрасывать по мере их твердости. Морковка явно будет дольше, чем баклажан готовится. Лук не берем во внимание. Лук должен чуть-чуть обжариться. Это туда, а это сюда. Это туда, а это сюда. Следующим номером нашей программы. Такая штучка, которая не разваливается в руках. Теперь превращается, условно говоря, в кубик. Out. Next one. В зависимости от толщины, конечно, и желания добиться какого-то более-менее одинакового результата. Он не получится у нас одинаковым. Но, как говорится, и баллы. Якши. Еще сюда можно. Вот нашел неиспользованный. Тоже пойдет. Куда? Сейчас меня зальют. Зальют и застирают. И дадут мусору. И дадут мусору, господи. Еще тут много осталось. На икру тоже не налегали. На икру тоже не налегали. На макароны вообще один. С пагетти пардон. Один человек покусился. Впрочее. Вчерашний праздник дает о себе знать. Куда? Куда? Отойдут. Захотят. Куда? Куда? Я вынес. Принято. Что? Историю. А. Заканчивается рулон. Попросил. Есть. Есть. Принесли. Туалетную бумагу. А что? Рулон. Чем не рулон? Да это не туалетная. Не. Не. Не туалетная. Ну как же она не туалетная бумага. Когда она во всех аэропортах стоит. У некоторых ресторанов. Тем более она все равно не подойдет сюда. А мы тебе сделаем. Я говорю, а мне не надо. Чтоб я на камбузе туалетная бумага использовался. Но у нас другой нет. Ясное дело у вас другой нет. Вам же шип-шам верхомно всякое подбрасывает. А вы спланируете. Спланируете. Не пользуется. Но там подсобка. Там горы. Вот это. Машмалы. Горы. Да он продолжает возить. Потому что дешево. И все равно не так. Вы заказываете бумажное полотенце. Вот вам бумажное полотенце. Что-то я блять разбухтался. Как-то здесь. Это конец. Надо такие мелочи выводят. Что просто диву даешься. Как это блять. Что захвастит наши ряды. Пора в отгулы. Ой, ё-моё. А тут. Ну тут. Заказываться вручную. Иди посмотреть. Вот такая красота. Сейчас оно будет медленно. и аккуратно садится за итальянские горы. А мы сейчас каблука ебаем. Вот кусочек остался. Вот в такой красоте. И немножко на нервной ноте. Заканчиваем описание 133 дня моего контракта. И приступаем к следующему. А это уже утро 134 дня. Восход солнца вручную. Каблучка итальянского. И на земле. Там еще не видно никого. Нема никто. В смысле берегов. Вон что-то есть. Или это у меня уже паморки у глаза. Вот так. Надо идти папа. Я же говорю. Пора воду. А вы говорите. Добрый мурник. Очередные баночки мы. Как на прием стеклотары. Ну что. Вам рассказать про Сахалин. Про Сахалин. Один человек только позавтракал. А это становится нормой. В холодильник не работает. А ты от маленьких. Пришлось все перетащить. В тот. В тот этот. В тот этот. Единство хорошо. А если он ел хоть. Да. Рис клевал. Рис вождь клевал. Все. Отбой. Чип хочет завтракать. По непонятным причинам. Понятно. Много курит. Курцы. Как правило. Не любители поесть. Им хватает. Некотина. И у нас перекур. С тематой. От скуки уже начинаю офигевать. Вот решил нашпировать свинику. Шея, конечно, моя полный пипец какая. Большая. Пришлось вырезать целый кусок. Более-менее чего-то подходящего. Чтобы запечь. Так. И последний. А вот куда-нибудь сюда. Чесночком хотя бы. Солил. И что называется. Перчил. Пошли жарить. Молый. Подкрым шарин. Молый. Продолжение следует... Балтер груженый идет. По размеру на Панамакс похож. Я в предыдущей компании года три по морям, океанам на таких занял, пока меня из этой компании не выгнали. За что им, кстати, безмерно благодарен. Но об этом как-нибудь в другой раз. Ну что, все у нас в работе. А мы на перекуре. Очевидно. Мастер покушал, и это хорошо. Так, там это все стоит. Жарится, леется. Ну что, вражеская шея. Вот я тебя сейчас езжу. Чуть-чуть. Но вид у нее все равно красноватый. Потому что мясо такое старческое. Чего не выпьешь, такое присылают. С такого я готов. Всякое разное. Как-то так. Оттекать отсюда. В аммиаке. В аммиаке. Оставлю включенным. В аммиаке замочил вот эту подставочку. Вот она взяла и поросла снизу к лесене. А вымыть ее нереально. Она вся такая... Интриженкая. Ну пока. На миссио. Фарш. Из этой самой шеи. То есть все, покушал. Уже он времени. Второй час. Спать давно пора. На солнышко неохота выгодить. На камбузе тепло, а там еще теплее. Так, чтобы для ютку. Иначе… . Смой. Аммиаке. Вачу! Ветху. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Напоминаю, что это съемки 2019 года, октябрь месяц... Над Европой еще полным-полно в небе самолетов... Это потом грянет ковид, локдаун, прочие радости... Небо закроет, ничего там не будет в небе... Как и самолетные следы, которые напоминают букву Z... Тоже никому на чем еще тогда не говорили... Ну такой закат солнца вручную... Добрый морнинг... И это рейд сплита... Стоим мы на рейде... Никто нас ночью никуда не потащил... Кипяточек поспел... И все варится... Ну что, сделаем это по восточному обряду... Попробуем сделать криспискин... Ну, где же наша веревочка... Пошла веревочка... Собственно говоря, большинство из этих каравел здесь отстаивается... В ожидании хорошего сезона... Может некоторые ремонтируются... Прокручиваем... Вот что-то я стою... Мне очень запах из духовки нравится... Что говорится... Меня терзают смутные сомнения... Но вообще я неправильно режу... Пока это дело... Легко накроем... Займемся чем-нибудь... Особенно полезным... Сплит вечерний... Ну, я даже сказал бы ночной... Луна какая... Тишина... И покой... И мы пошли в этой тишине... Что-нибудь тихое найдем... Оценивайте это видео... Пишите комментарии... Подписывайтесь на мои каналы в YouTube, Яндекс.Дзене и Телеграме... Все контакты даны в описании к ролику... Там же реквизиты для тех, кто захочет поддержать автора материально... Всем здоровья, удачи и мирного неба над головой... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok